Единственная в Нижегородской области Тесла оказалась в центре пьяного скандала. Как оказалось, на ней гонял пьяный водитель без прав. Это та самая Тесла, которая летом этого года прославилась на всю страну. Тогда Илон Маск заявил, что рассматривает возможность строительства завода в России. И решив попиариться, Нижегородская компания Русскомтранс купила автомобиль Тесла, наняла художников, которые расписали ее под хохолому, а потом семеновские бабушки пели частушки. Милый Илон, приезжай, ну и все в таком духе. Отличное вирусное видео было создано и запущено. Но Илон Маск не приехал, а замдиректора Русского Минтранса по пиару, видимо, запил. И его с запахом алкоголя, уже лишенного прав, задержали на этой самой Тесле. Живет он в Городце, там и его, и его машину все знают. Машина Тесла двигалась вот по улице Кирова, города Городца. В данном месте была остановлена сотрудниками ГИБДД. Поскольку была информация, что ранее водитель лишен права управления, и срок лишения у него очень не стек. При проверке документов был выявлен запах алкоголя стойкий. Водитель отказался проходить свидетельствование на месте. Был направлен на медицинское свидетельствование в Городецкую ЦРБ, где также отказался проходить о свидетельствовании. То есть он как бы приехал уже, ну, выпивший, скажем так, ну, сюда уже к нам, с кем-то он приехал. А как обратно возвращался, я это уже как бы не знаю. На Тесле был, да. Естественно, машина примет. Мало того, что Тесла, она еще под хохлом разукрашена. Наверное, море по колено человеку, я не знаю. Город у нас небольшой, да, то есть информация о том, что водитель ранее лишенный был на данной автомашине. Это явилось основанием для проверки этого транспортного средства, кто им управляет в данный момент. Водитель не задержан в настоящий момент. То есть у него было административное задержание в рамках административного производства по статье 12.7. Материал был рассмотрен в суде. Соответственно, административное задержание было прекращено. Вот автомобиль помещен на специализированную стоянку. В данном случае автомобиль является орудием преступления. И, соответственно, подлежит задержанию. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьей 244 прим. 1. Это управление лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение. Петр Бусалов, задержанный без прав запахом алкоголя за рулем Теслы, не просто замдиректора по пиару крупного предприятия. Он еще и бывший помощник заместителя председателя областного законодательного собрания Нижегородской области. Как мы выяснили, еще тогда, летом, когда он готовил всю ту пиар-акцию с покупкой и росписью Теслы под хохолому, он уже был лишен прав. Но это его вообще не смущало. Он участвовал в съемках и, спокойно, не стесняясь видеокамеры, ездил за рулем этой Теслы. Мы хотим пригласить Илона Маска именно в Нижний Новгород, чтобы он увидел, почувствовал, что здесь прекрасные люди, огромные ресурсы и, самое главное, красивая, шикарная, красивая душа. Ну, душа замдиректора оказалась слишком шикарной, никакими законами такое не удержишь, и машина Тесла сейчас на штрафстоянке. Когда мы приезжали на эту самую штрафстоянку, мы столкнулись с Пестром Бусаловым. Он вместе с коллегой на такси приехал за Теслой, но, увидев нашу съемочную группу, сразу же сбежал. Пётр Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему вы сели за руль в состоянии алкогольного опьянения? Пообщайтесь с нами, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему Пётр Сергеевич ездил без прав, встанил алкогольное опьянение? Каким образом он хотел остаться незамеченным на такой разукрашенной машине? Извините, я сейчас, я сейчас, я сейчас, я сейчас. Вы же представитель, мы знаем. Конечно же, и на сам завод Русском Транс, который и является владельцем Теслы, и где трудится заместителем директора ППРУ Пётр Бусалов, мы тоже обращались за комментариями. Завод находится на двух площадках, в Балахне и в Нижнем Новгороде, и съездили мы и туда, и туда. Можете пригласить руководителя? Вот мы видим, что руководитель находится вот в этом машине. Это не руководитель, это начальник. А, вот это? Да. Ну, это, да, руководитель. Так позовите нам, пожалуйста, его. Не хочет он с вами общаться. А почему? Не знает. Ничего не сказал, не пойду, и все. Вот эта машина Тесла, она числится на вашей организации? Поезжайте в Нижний Новгород. Здесь производство, там все руководство находится, в Нижнем Новгороде. Там и общайтесь. Здравствуйте, мы с теледней сети НЛИ, скажите, пожалуйста, можете прокомментировать. Пётр Сергеевич, вы постановлен в городском районе за езду в пьяном состоянии. Я не слышал. Не слышали? Нет. С кем можно поговорить? Есть представитель, руководитель? Ну, подождите секунду здесь. Хорошо. Кстати, в отношении Петра Бусалова сейчас возбуждено уголовное дело. Вот так вот неудачный белый пиар обернулся черным пиаром, да еще и с уголовным оттенком. В общем, как тебе такое, Илон Маск?